Госкорпорация сегодня выглядит по всем показателям безопасности достаточно хорошо. Мы вышли на этот уровень уже, я считаю, 10 лет назад и потихоньку мы показатели улучшаем. То есть у нас динамика положительная, это самое главное и я считаю, что мы должны работать, если мы достигли хороших результатов в предыдущем году, то в этом году мы не имеем права хуже работать. То есть это уже наш уровень, который мы достигли. Адамчик Сергей Анатольевич, генеральный инспектор госкорпорации «Росатом», член совета директоров концерна «Росэнергоатом». В атомной отрасли с 1977 года, в должности генерального инспектора с 2010 года. Если взять любые показатели, это ядерная безопасность, традиционная безопасность, пожарная, промышленная, охрана труда, то во всех направлениях у нас положительная динамика. Каждое направление, оно свои оценки имеет. Если по пожарам, то тут достаточно просто. Это пожар, значит, это событие учетное, МЧС, выезд пожарной команды и так далее. Поэтому по промышленным инцидентам также есть нормативы. Если происходит какое-то событие на нашем объекте и произойдет, то будет расследование, комиссия создается. Если это авария, то возглавляет надзор, стих надзор, комиссию. Я могу сказать, что в прошлом году, допустим, у нас не то, что аварий, а промышленных даже инцидентов не было вообще в отрасли. При этом, что у нас где-то опасных промышленных объектов порядка 170 тысяч. Принципы нулевого травматизма на Vision Zero. Я к этому делу отношусь, ну, с одной стороны, немножко скептически, а с другой стороны, это правильный подход. Что, так сказать, мы должны сделать все, чтобы у нас люди не гибли на производстве. В прошлом году у нас погибло 4 человека на производстве. И несколько человек, 11 человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях. Причем не по нашей вине, это по вине третьих лиц. Мы впервые столкнулись с таким большим травматизмом. Но нам сложно воздействовать на дорожно-транспортные происшествия, потому что мы не регулируем, это регулирует ГИБДД, значит, скорость там, движение, знание, допуск водителя и так далее. Но, тем не менее, мы все, что касается наших возможностей, мы, так сказать, их применяем для того, чтобы не было этого. Ну, или, по крайней мере, максимально свести к минимальным каким-то значениям. Ну, а Vision Zero у нас 280 тысяч человек. Мы должны понимать, что мы ничего не можем сделать, чтобы никто из 280 человек не споткнулся и ногу не растянул. Это просто нереально. Даже по такой вероятностной оценке. А вот то, что люди не должны гибнуть, это точно. Значит, и мы проводим постоянную работу для того, чтобы, так сказать, травматизма у нас не было. Такого тяжелого. Ну, я могу сказать, что, если сравнивать нас со всеми аналогичными компаниями в мире, ну, это, допустим, ЭДФ французская или карельская ферма Кепка, которая тоже занимается строительством атомных станций эксплуатации, то мы выглядим значительно лучше. Ну, это не значит, что на этом нужно успокоиться. Это повод для того, чтобы, так сказать, работу продолжать. Vision Zero — это мировое движение. Все, так сказать, ведущие компании присоединяются к этому движению. Значит, в принципе, понимаете, в чем у нас сложность? Любой руководитель, он понимает, что это беда, если человек погибнет. Вот. Но если брать компанию нашу, то у нас в основном в организациях травматизма нет. Вот если взять, допустим, нашу науковую инновацию, ну, сельские реакторы, вот у них три года травматизма не было. А потом раз, человек упал в проем и погиб. Вот. И вот то, что три года не было, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, почему-то народ, так сказать, по инерции начинает понимать, что у них вроде ничего и не будет. То есть он успокаивается. Вот. И это один из моментов, вот одна из моих задач, это, так сказать, не давать им успокаиваться. Вот. И вот на ровном месте они получили, так сказать, несчастный случай. Ну, там проем, в который упал человек, он был огражден не очень качественно, и то ли подскользнулся человек. Поэтому вот самое-самое-то главное, что безопасностью нужно заниматься всегда, и сегодня, и завтра, и послезавтра. И даже если у тебя все хорошо, то ей надо заниматься. Вот. И, кстати, это движение, вот оно настраивает как раз, в том числе и на это. О культуре безопасного поведения в Росатоме. Ну, люди, они по-разному воспринимают, относятся к безопасности. Очень, конечно, важно, важна роль первого руководителя. Но я могу сказать, что в госкорпорации наш генеральный директор, он, первое, регулярно рассматривает вопросы безопасности, он увел дни безопасности в отрасли, это такое совещание, конференция большая, не собираем всех руководителей. Он на днях информирования обязательно вопросы безопасности поднимает, и это, так сказать, позволяет, вернее, заставляет руководителей уже ниже, руководителей предприятия, понимать, что им этим нужно заниматься. Потому что вот производство и безопасность, она зачастую в противоречии. Почему? Потому что вроде как за безопасность не платят, платят за то, что продукцию производят, и на предприятиях зачастую люди относятся так, ну, вот там есть отдел охраны труда, вот он пусть безопасностью занимается. Ну, отдел охраны труда, это несколько человек, а завод, это там есть комбинат, там 5 тысяч, 6 тысяч человек. И, естественно, что он за каждым не уследит, и для того, чтобы можно было говорить о безопасности, значит, каждый, в том числе линейный руководитель, должен, так сказать, отвечать за своих подчиненных, смотреть, как они работают, насколько безопасны их условия труда. И вот этот подход разделения производства и безопасности, это абсолютно, так сказать, неправильный подход, потому что безопасность – это составная часть производства. Ну, ключевой момент – это, конечно, ну, о безопасности технологии и технике мы не будем, наверное, говорить, а то, что работают там люди, и зависит многое от их поведения, от их квалификации, от их отношения к этой безопасности. В принципе, вот в госкорпорации сегодня достаточно большая работа проводится по этому направлению. Это, ну, прежде всего, культура безопасности, этот термин был введен не нами, это международный термин. Культура безопасности – это многие не понимают, а это фактически-то говорят, вот мы по инструкции работаем, по регламенту, чего еще хотите. А это отношение безопасности, потому что, понимаете, то, как выполняет человек работу, и насколько он понимает, как его ошибка к чему может привести, и он должен быть готов эту ошибку не совершить. Вот это, в принципе, так сказать, основной тезис этой культуры безопасности. Ее, в принципе, распространили не только на ядерной установке, но сейчас, так сказать, у нас есть направление культуры безопасного поведения. Это, конечно, шире, потому что это касается не только производства, это касается и офиса, и, так сказать, человек, когда находится вне производства, он все равно, если даже по дороге домой куда-то попадет, то это все равно свяжется с производством, понимаете? То есть, ну, я отношусь к этому положительно, но, в принципе, это воспитательная работа. Конечно, она не даст такого нам быстрого эффекта, но если мы ей будем планово заниматься, ей нужно заниматься, мы можем, так сказать, лучшие результаты иметь лет через пять. Требованием безопасности устанавливается государство. Это не вот мы с вами чего-то договорились. Есть закон, есть трудовой кодекс, есть правила. Вот, допустим, работают люди на высоте. Значит, в этих правилах написано, как они должны работать, там, если они применяют там леса, как эти леса должны быть установлены, если нужно что-то оградить, как это должно быть ограждено, и так далее, и так далее. И самое, кроме правил, дальше есть ответственность. И государство установило уголовную ответственность, административную ответственность. Вот многие об этом забывают, потому что события, я же говорю, 4 человека из 280 тысяч работающих. То есть, это только на четырех предприятиях это произошло. У нас 400. А остальные, у нас в остальных все нормально. Но если человек погиб, то приходит следователь, проводится следствие, определяется виновный, возбуждается уголовное дело. И люди, которые работали там 5-6 лет, ничего не происходило, они вдруг попадают вот в эту вот мясорубку. И начинают понимать, что вот отчего же я, так сказать, не соблюдал. Только тогда, когда их уже, так сказать, начинают допрашивать, и говорят, что вот есть статья уголовного кодекса, и вам три года лишения свободы. Планы на 2022 год. Естественно, что у меня есть план работы. Вот у меня на каждый год, то есть я там посещаю предприятия, мои люди посещают предприятия, мы получаем отчеты, мы информируем предприятия регулярно о каких-то событиях, разрабатываем мероприятия и так далее. И что я хотел отметить. На этот год у нас, в принципе, это вся накатанная схема. То есть мы проводим отраслевые совещания, мы проводим День безопасности, мы проводим инспекции на предприятиях, мы занимаемся нормативами безопасности. Вот. То есть это все утверждено. А главное – это результат. Любое негативное событие – это не только имидж, но и потеря, финансовые потери, а может быть даже и бизнес придется остановить. Какие проблемы у меня сейчас дополнительные возникают? То, что у нас появляются новые бизнесы. То есть мы как-то навели порядок в нашем контуре управления, а к нам приходят новые предприятия, которые в наш контур не входили. И они, так сказать, порядка у них нет. То есть у них, вот посещая эти предприятия, мы видим, что они уже лет 15 забыли, что такое безопасность. Понимаете? И их нужно в наш, так сказать, круг вводить, приучать к тому, что они должны совсем по-другому относиться к безопасности. Поскольку у нас отрасль необъятная, то мы стремимся, так сказать, выделять все же те направления, где наиболее важно и потенциально опасно. Ну, сейчас так называемые рискориентированные подходы законодательством введены. Ну, если на русский язык, то очень просто. Работай и улучшай там, где плохо. Тот, кто занимается производством и безопасностью, должен отвечать за результаты своей работы. Понимаете, вот самое страшное, когда сталкиваешься с безответственностью, а потом уголовный кодекс, он для всех уголовный кодекс. Ну, а так, ну и основной тезис, не надо производство и безопасность разделять. Это одно и то же. И тот человек, который управляет реактором, он в том числе и выполняет требования ядерной безопасности. И тот человек, который рассчитывает загрузку ядерного топлива в реактор, он тоже отвечает за свои действия обеспечения ядерной безопасности.